Упремление знать, понимать и уметь практически действовать с учетом всей суммы обстоятельств, в том числе и законов политического, экономического и социально-психологического действия. Но самое главное, это быть способным сохранить тот нравственный вектор, ту идейную, духовную цель, ради которой мы в политике с вами существуем. Те, кто оказывается в состоянии эти две способности формировать и практически реализовать, они неуязвимы ни при каких обстоятельствах. Поэтому я абсолютно убежден, что мы с вами реформы российские никому не отдадим. Что в сегодняшней ситуации мы найдем источник дополнительных сил, как для нашей нравственной, так и для нашей профессионально-политической позиции. И если в свое время трепетный Петрарко однажды, вот обнимая в мыслях и душой своей, свою возлюбленную, выдыхал так, все, добродетель, мудрость, нежность, боль, в единую гармонию сомкнулись. Я призываю всех нас, пусть добродетель российского народа, проявившаяся в бесконечном терпении, проявившаяся в удивительном чутье на возможную, реальную, достойную и свободную Россию, включится. Я надеюсь, у него подт築ком все это было.